С просьбами как личного характера, так и общего, касающегося благоустройства и развития своего населенного пункта, к Рашиду Тимрезову обратились 8 человек в ходе приема граждан, которых глава региона провел в поселке Ударный Прикубанского района. Самые значимые и интересные моменты встречи в репортаже Алла Динаевой. Встретиться с жителями в среднюю школу поселка Ударный приехал глава республики. Но вначале педагоги пригласили Рашида Тимрезова посмотреть музей. Учитель истории и общества знаний Олеся Татенко показала экспонаты и рассказала, какой материал еще собирается. Затем глава республики направился в кабинет для встречи с жителями. Первой на прием к Рашиду Тимрезову пришла Татьяна Григорьевна. Да вот ходят эти разговоры, что каждый закроет больницу, закроет больницу. А у нас ведь 7 поселков еще лечатся в этой больнице, кроме нашей больницы, понимаете? Этот вопрос не стоит. Я вам говорю, что ее закромать никто не будет. Нам бы еще сюда врача и лаборанта. Сейчас, чтобы лечь в нашу больницу, нужно ехать на анализы в Кавказский, пройти там анализы, потом попасть к терапевту, потом она напишет направление. Мы можем договориться так, вы можете и выездные, и анализы брать. Это значит, чтобы люди, особенно пенсионеры, не ездили, чтобы сюда приезжать, брать анализы. Рашид Тимрезов заверил Татьяну Григорьевну, что участковая больница не закроется и продолжит обслуживать местное население и будет обеспечена выездной лабораторией. К главе республики с вопросом благоустройства территории двора обратилась и многодетная мама. Екатерина Викторовна рассказала, что летом в поселке по улицам Комарова и Комсоморской были проведены работы по замене водопровода и было повреждено асфальтовое покрытие. А дорога эта обрамляет несколько детских площадок. А тут выяснился еще один интересный факт. Екатерина Викторовна, у вас в один день день рождения, как и вместе с главой район. Да? Да. Будет правильно. Да. Такой день еще, 9 мая. Поэтому, Катерина Викторовна. Да, вот я думаю, что к 9 мая, в принципе, постараться можно и успеть все сделать. А Магомед Игоревич, детскую площадку, молодую. Да? Да. Площадку подали с такой прорезиненной основой. Правильно? Правильно, Игоревич? Спасибо вам. Спасибо вам. Да, спасибо. До свидания. Поселок Ударный городского типа, и я видел их спортплощадку, и это никуда не годится. И жителям нужна новая, сказал Рашид Семрезов. И главой республики было принято решение построить новую спортивную площадку для игровых видов спорта. И соответствующее поручение Рашид Семрезов дал министру спорта республики. Я думаю, что надо с площадки начать, с которой, ну, универсальная спортивная площадка, в которой есть опыт большой у нас по их возведению. Поэтому мы давайте фиксируем какие-то определенные сроки. Строительство в следующем году, а проект по осени сделано успеем. Мы тоже старайтесь, если их делать, чтобы дети летом до вечера могли играть со священнием. Расположенный на восточном берегу Большого Ставропольского канала, поселок Ударный возводился одновременно со строительством электростанции для работников ГЭС в 1961 году. И этим летом жители будут отмечать юбилей поселка. 60 лет поселку, мне кажется, надо такой подарок в виде спортивного объекта, то, что сейчас проговорят, и по ДК. Определяемся так, если объем работы не очень большой, мы в этом году делаем. Если нет, в следующем году, в любом случае, мы его завершаем. В рамках приема граждан с просьбой о ремонте сельского дома культуры обратилась художественный руководитель ДК Ударного. Данный вопрос также получил положительный ответ. А еще в ходе общения с жителями было принято решение включить два многоквартирных дома, расположенных в Ударном, в программу переселения из аварийного и ветхого жилья. От федеральной дороги поселок отделяет 13 километров. И глава республики во время поездки в Ударный обратил внимание на качество дороги и поставил задачу перед соответствующим ведомством провести ремонт проезжей части. И это будет еще одним подарком к 60-летию поселка Ударный. Алладинаева Алибастанов, Вести, Крачево-Черкесия, Прикубанский район.